Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы разберем с вами топ 5 стрижек на это лето. Ну что ж, друзья, погнали! Когда речь заходит о летних стрижках, почему-то многие парни думают, что чем короче, тем лучше. Ты только что совершил большую ошибку. Ну что ж, как обладатель лысой головы, я могу смело этот миф разнести в пух и прах. На самом деле, друзья, чем меньше волос на вашей голове, тем вам жарче. Многие думают, что шапка волос делает жар, что вам будет некомфортно, что голову напекает. Наоборот, друзья, на самом деле волосы защищают вас от перегрева. В первую очередь под палящим солнцем нагреваться будут волосы. И в таком случае голова остается не перегретой, она остается в нормальном температурном режиме. Простой пример. Если, допустим, пойдем копать картошку, я и Джон Сноу, ну когда у него нет никаких других дел. Копаем где-то к 12 часам, к 2, я уже начну помирать, лежать, поливать голову водичкой, она будет вся красной, мне будет безумно жарко и будет болеть голова. Он спокойно сможет работать дальше. Почему? Потому что голова защищена. Вы правы. Именно по этой причине, если вы выбираете на лето ультракороткую стрижку, думая, что вам будет прохладнее, не будет. Тогда вы всегда должны будете носить бейсболку, панамку, шапку, все что угодно, но каким-то образом свою голову защищать. Делает ли это прохладнее? Не факт. Поэтому берем топ-5 стрижек на лето, исходя из нескольких принципов. Первое, это то, что сейчас популярно, а второе, это то, что все-таки удобно, если летом мы ездим на море, занимаемся активными видами спорта, где-то активно потеем. И открывает нашу подборку по этой причине кертейнс. Конечно же, шторки являются универсальной стрижкой. Несмотря на то, что они довольно длинные, они удобные, они стильные, их удобно убирать. Где-то, допустим, просто уложить все это дело назад на стайлинг покрепче, и можно играть в баскетбол на улице. Можно, в принципе, не заворачиваться и подвязать волосы. Вариантов масса. Ничего страшного в этом нет, и в глаза они не особо сильно лезут. Если это шторы такие недлинные, где-то до уровня скулы, они будут вполне себе аккуратно и актуально выглядеть. Вторым номером, конечно же, у нас идет фейт. Но не простой, а с вот таким беспорядком на голове. Подобная стрижка, когда у нас все сверху растрепанное, когда у нас это, ну, это не кров, это вот просто растрепанная текстурная стрижка с короткими висками, является, в принципе, неплохим вариантом для большинства парней. Вы можете чувствовать ветерок, которого вам так не хватает, чтобы продувало ваши уши и виски, тем не менее, голова будет прикрыта от палящего солнца. Укладка здесь довольно простая и легкая. Немножко пудры, либо немножко глины, в крайнем случае пасты. Нанесли на волосы, растрепались, и вуаля, вы уже красавчик. Кстати, небольшой лайфхак. Многие парни, кто начинает носить короткую стрижку, не понимают, как ее красиво растрепать. Почему? Они берут, я это видел неоднократно, будучи еще мастером, они берут и начинают ее растрепывать вот такими движениями. Вот так. Так волосы не растрепать красиво. Вы их будете приляпывать к голове, это будет выглядеть не очень. По этой причине, друзья, запоминаем. Берем вот так свои брутальные мужские руки и вот такими движениями, вот так. Все это дело растрепываем, приподнимаем, растрепываем аккуратными вот такими движениями. И будет у вас счастье, и будет у вас красота. В случае, если вы сами ну никак не можете справиться с укладкой, я советую вам перейти по ссылочке в описании. Там есть две ссылки. Первая, это наша косметика, с которой любая укладка будет неимоверно легкая. А вторая, это наши барбершопы. По этой ссылочке на сайте barbarossa.top вы можете выбрать филиал в любом городе, записаться и получить 20% скидку на первый визит. Я уверяю, друзья, в любом городе наши мастера подберут для вас просто идеальную стрижку. Это же круто! Мы переходим с вами к стрижке номер три. И, конечно же, друзья, это Боб с легкой волной. Вот он. Тот самый Джон Сноу, тот самый серфер. Те парни, у которых волосы подобным образом отрастают, могут быть довольны. Стрижка актуальная. Сейчас она набирает популярность как никогда. Да, она по-настоящему брутальная, потому что Брэд Питт из фильма Троя или Джон Сноу, никто не обвинит их в недостаточной брутальности и выглядят они правда хорошо. Подойдут такие стрижки ребятам с овальным, ромбовидным и треугольным лицом. Квадратному и круглому с осторожностью. Почему эта стрижка так подходит к лету? Да ее практически надо укладывать. Если вы едете на море, морская соль натурального происхождения сделает все за вас. Если вы живете где-то в городе, вы просто с утра встали, намочили волосы, нанесли немножко гелия и выходите из дома. Волосы под солнцем высохнут. Вообще с мокрыми волосами без стайлинга выходить из дома нежелательно. Грязь, пыль, все остальное будет попадать туда. Поэтому, допустим, помыли волосы, нанесли кондиционер, немножко подсушили. И уже когда чуть-чуть влаги в волосах осталось, после кондиционера выходить из дома можно. Нельзя выходить, если вы не закрыли кутикулярный слой волоса, то есть не нанесли кондиционер, либо стайлинг, никак не подготовили волос к улице. Поэтому боб будет отличным выбором для тех, у кого волосы хорошо растут, длинные, густые. Следующая стрижка в нашей подборке, друзья, тоже удлиненная. Это старый добрый мэн-бан. Мэн-бан идеален тем, что вы можете как распустить волосы, так собрать их в хвост, в тот самый пучок, который будет сзади. Правда, вам голову не напечет, ничего не будет мешать при занятиях спортом где-то на улице. Выглядит это эффектно, выглядит это круто. Главное ухаживать за волосами. Здесь, конечно же, можете использовать нашу линейку уходовую, маски для волос от нашего бренда кондиционеры. Ну, как же без рекламы? Потому что они, правда, хорошие, друзья. Мэн-бан уже обсуждался в нашем канале не один раз. Все вы знаете, как эта стрижка выглядит, как ее носить. Мы переходим к финальному образу. Но, несмотря на то, что данная стрижка вроде бы как-то уже начинает устаревать, она все равно, тем не менее, популярна. Многие парни ее носят. И летом она может являться неплохим выходом для тех, кто хочет выглядеть интересно, креативно. Ну, может быть, немного старомодно, но, тем не менее, ему будет удобно. Это андеркат. Друзья, андеркат вот в таком ключе. Когда у нас удлиненная стрижка, когда у нас верх убирается назад, и мы похожи на бродопита из фильма «Ярость». Стрижка классная, стрижка интересная. Стрижка до сих пор, на самом деле, любимая многими парнями. Они с ней ходят, несмотря на то, что она популярна уже лет, наверное, 7-8, если честно. Ну, очень давно. Данная стрижка летом будет тоже неплоха. Верх головы закрыт, височная часть открыта, затылок открыт. Вам будет и прохладно, и излишне палящее солнце не будет напекать вам голову. А больше вам не и не надо. Ну, что ж, друзья. Эти советы для тех, кто не хочет носить головные уборы. Если вы предпочитаете носить кепки, либо бейсболки, могу признать, что в таком случае длинные волосы могут добавлять жару вашим мозгам. По этой причине, наверное, следует все-таки выбрать либо мою стрижку, либо просто обычный старый добрый баскат. Вот такой. Когда вы подстригаете волосы буквально под парочку насадок, на висках у вас фейт, сверху небольшая щетина, там, миллиметров 5-6, ну, до сантиметра. И вы просто надеваете бейсболку и спокойно, комфортно себя чувствуете, не паритесь с укладкой и все лето занимаетесь активностями, либо просто круто проводите время. Ну, что ж, друзья. Спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Не забываем перейти по ссылочкам в описании под этим видео. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»